Если верить Z-каналам, главная интрига прямо сейчас – это отставка министра обороны Российской Федерации Сергея Кожугетовича Шойгу. Ее прочат всю последнюю неделю. Ну и за неделю до этого. Рассказывают, что вместо Шойгу министром обороны станет Дюмин. Это такой губернатор Тульской области, фамилию которого я слышу постоянно на протяжении последних лет десяти, с момента, как он был как раз заместителем министра обороны еще в году 2015, наверное. Короче говоря, этот человек, который является губернатором, постоянно мелькает во всяких прогнозах политологов и каких-нибудь работающих на Кремль псевдооппозиционеров типа Венедиктова. Постоянно говоришь, что он то преемником станет, то министром, артистом, профессором и еще кем-нибудь. Но ничего не происходит, и каждый раз это заканчивается абсолютно ничем. Однако в этот раз действительно появляются какие-то фотографии с Дюминым. Он в окружении президента, в окружении еще кого-нибудь. В общем, постоянно, день за днем, Z-каналы разгоняют историю про то, что Дюмин станет вместо Шойгу. Даже дату конкретно называют. Например, военкор Романов пишет, что это произойдет 15 мая. Но, естественно, вместе с Сергеем Шойгу сменится и начальник генерального штаба. Вместо пресловутого Герасимова им станет Суровикин. Тот самый генерал Армагеддон, который Армагеддон не за свои какие-то заслуги, а за то, что его подчиненный, после того, как Суровикин на него наорал, в его же Суровикина кабинете застрелился. Именно поэтому Суровикин генерал Армагеддон. То есть Армагеддон, в первую очередь, для своих, а не для чужих. Сейчас я напомню, Суровикин находится в ссылке на африканском континенте. После мятежа Евгения Пригожина, Суровикин, сдавший Херсоны, после этого отстраненный, уволенный, не знаю, отставленный с поста командующим российской военной операцией в Украине, как это тогда называлось, он был приставлен к Пригожину и должен был за ним следить. Не уследил, Пригожин начал мятеж, Суровикин его не поддержал, но это его не спасло, или, возможно, спасло от смерти, потому что, как вы знаете, Пригожина в итоге Владимир Путин убил. Суровикин он просто сослал, и вот этими надеждами, томными-темными вечерами под одеялом, тешат себя за этого инкоры, надеясь, что когда-нибудь придет прекрасный Суровикин и, наконец-то, сменит опостылившего Герасимова. Наконец-то, мясные штурмы будут в прошлом, наконец-то появится техника, наконец-то, вместо шапкозакидательства начнется нормальное управление войсками. Этой мыслью они тешат себя постоянно. Но почему вообще эта тема заслуживает обсуждения? Потому что, действительно, позиции Сергея Кожугетовича Шойгу сильно пошатнулись в последнее время. Министр обороны потерял одного из своих ближайших замов, Тимура Иванова. Сейчас тот находится под следствием и арестован. А этот человек, ну просто, не знаю, максимально близкий Шойгу. Более того, сейчас угроза нависла и над еще одним заместителем Шойгу, но об этом чуть позже. Короче говоря, как будто бы действительно по нынешней конфигурации есть некоторые угрозы для Сергея Шойгу. И сегодня мы попробуем с вами разобраться, чего вообще происходит, кто пишет про эту потенциальную отставку, почему они в ней так уверены, и почему на самом деле вероятность того, что эта отставка случится, крайне ничтожна. А на самом деле все это желание, постоянное желание ротации в российских высших эшелонах власти, это просачивающийся свой перенот цензуры, желание, в том числе Z-каналов, Z-военкоров, и все эти Z-падали, чтобы ими руководили другие люди. Их глубокое понимание того, что российское государство устроено неправильно. И да, они никогда не делают в своих постах последний шаг, и вообще в последнее время критикуют Минобороны гораздо реже, потому что не хотят разделить участь ни Стрелкова, ни Пригожина, но тем не менее даже они понимают, насколько чудовищна российская государственная машина по предводительствам Владимира Путина. Вы на канале Майкла Наки, если нет, переходите, просто вбивайте в Ютубе Майкл Наки, и попадайте на мой Ютуб-канал, и поддерживайте это видео лайком, комментарием и подпиской, независимо от того, на каком канале вы это смотрите, но если на моем, то еще активнее вас к этому призываю. Ну и, конечно, поддерживайте на Патреоне, ссылка прямо в описании, переходите там и финансово поддерживайте канал, за счет этого здесь продолжают выходить новые материалы, и каналу удается оставаться независимым. С рекламой сейчас совсем сложно, вы сами понимаете, вот поэтому во многом именно ваша поддержка, ваша помощь позволяет производить контент. Итак, давайте переходить к тому, что же там с Шойгу, и почему все говорят о его отставке. Вообще, вот, например, один из характерных постов в одном из Z-каналов. Вместо Шойгу министром обороны станет Дюмин, а начальником Генштаба Суровикин. Как вам такое предположение, пишет один из Z-каналов. И тут уже директор Института международных политических и экономических стратегий РУССТРАТ, Елена Панина, одна из Z-деятельниц, пишет в своем телеграм-канале, больше чем на 100 тысяч человек, весьма уверенно. Насчет Суровикина в роли НГШ не уверены, а вот по Шойгу предположение, по нашей информации, вот-вот превратится в факт. Судьбоносные и грозные решения, о которых сегодня говорил Патриарх, требуют личностей им подстать, писала она. Военкор Романов пишет, после 7 мая 2024 года следующее назначение Дюмин, министр обороны Суровикин НГШ. Дальше он уточняет, что кандидатуры министров будут внесены и рассмотрены до 15 мая. Военкор Романов помимо этого еще и мобилизацию обещает прямо в мае, но обещает он ее не в первый раз. Поэтому верить на слово его инсайдам история довольно такая, не особо надежная. Но действительно, помимо заявлений военкоров над Шойгу явно сгущаются тучи. Страница арестованного замминистра Тимура Иванова, того самого близкого к Шойгу, пропала с сайта Минобороны. При этом совсем недавно Иванов был одним из главных героев светской жизни Москвы, а теперь коллеги и бывшие окружения стараются о нем не говорить, пишет издание инсайда. По данным источников инсайдера, причиной показного роскошного образа жизни чиновника была уверенность в том, что в случае чего за него заступятся Шойгу и Дмитрий Песков, с которыми он был тесно связан. Сергей Канев, человек, который довольно много знает о кремлевской закулисье, и он как раз для инсайдера часто пишет очень интересные материалы, всем рекомендую, написал сюжеты про этого Тимура Иванова и рассказывает, почему вообще его арест многие связывают с серьезнейшим ослаблением Сергея Шойгу, пожалуй, самым сильным, которое было вообще за все время существования этого мастера пиара Сергея Шойгу. По словам источника инсайдер в руководстве Минобороны, Тимур Иванов попал в команду Сергея Шойгу благодаря первому заместителю министра обороны Руслану Цаликову. Это случилось в 2012 году, когда Шойгу был главой Подмосковья, а Цаликов занимал кресло вице-губернатора. Шойгу и Цаликов пришли из МЧС, где совсем другие задачи и бюджеты. Они мало понимали в экономике, а тут сложнейший регион с многомиллиардными долгами и протестным населением. Им нужны были толковые мальчики, умеющие хорошо считать и разрубать узлы в экономике. Тем более в силу своего возраста Цаликов уже не мог часто ездить по объектам. Часть своих людей подогнала Валентина Матвиенко, с других собирали с миру по нитке. И тут появляется выпускник факультета вычислительной математики МГУ Тимур Иванов, который блестяще считал в уме и хорошо знал, где можно откусить. Еще он всегда с успехом играл роль такого внимательного сына и вызывал доверие у любого начальника. Ранее Иванов входил в ближний круг министра энергетики Сергея Шматко и получил прозвище «авральный менеджер», поскольку его кидали на проблемное направление. Шматко планировал назначить Иванова своим заместителем, но взбунтовались другие замы, и ему пришлось покинуть министерство. Источники, хорошо знакомые с окружением «аврального менеджера», сообщили, что в кабинет Цаликова его будто бы привел скандально известный миллионер Вячеслав Аминов, засветившийся в громкой истории с попыткой дачи взятки Николаю Патрушеву. Тогда Аминова приговорили к полутора годам условно, а затем смягчили приговор до года. Тимур всегда выходил из-за стола, когда в его кабинете появлялся Вячеслав Маркович Аминов, и как мальчик подсаживался рядом, сообщил собеседник-инсайдер, работавший в охране миллионеров. Аминов разбогател на железнодорожных перевозках нефти, а сейчас он вице-президент Олимпийского комитета и член Наблюдательского совета ФАО ЦСКА, принадлежащего Министерству обороны. Поначалу к новичку присматривались и поручали небольшие задания. Затем ему доверили работу со СМИ, и он удачно блокировал негативные материалы про Шойгуева заместителей. А уж когда Иванов отжал Мособлгаз у прежней команды губернатора Бориса Громова и разрулил некоторые проблемные стройки, он прочно обосновался в ближайшем окружении Шойгу, и вместе с ним перешел в Министерство обороны. В военном ведомстве Иванов курировал департамент строительства, департамент планирования и координации, обустройство войск, департамент жилищного обеспечения и управления жилищным фондом, департамент военного имущества, управление государственной экспертизой Минобороны, главное военно-медицинское управление и Росвоенипотеку. Другими словами, он заведовал всем, кроме оперативного управления войсками и поставок военной техники и вооружения. Практически сразу после назначения Иванова главным армейским строителем начались громкие коррупционные скандалы. Причем, когда одних воров сажали, им на смену приходили другие. Так, начальник Дальспецстроя, входящего в структуру Минобороны Юрий Хризман, получил 12 лет колонии за растрату 5 миллиардов рублей. После Хризмана в кресло руководителя Дальспецстроя сел Юрий Савин. Он месяцами не платил зарплату рабочим на строительство космодрома «Восточный», зато устроил к себе супругу с окладом 800 тысяч рублей в месяц. И, дожидаясь визита следователей, Савин застрелился. После него Дальспецстрой возглавил генерал Юрий Волкодав, но не прошло и полугода, как его арестовали. Согласно материалам уголовного дела, Волкодав заключил с компанией своего брата Сергея договоры на закупку кабельно-проводниковой продукции для космодрома «Восточный» и ряда объектов Минобороны на Дальнем Востоке. Однако оборудование фактически не использовалось, либо не входило в предмет изначально заключенного договора. Ущерб составил 104 миллиона рублей. В результате генерал Волкодав получил 6,5 лет колонии, а его брата забил до смерти сокамерник в бутырке. Кстати, еще в 1922 году главная военная прокуратура внесла представление на имя Шойгу после проверки строительства военных объектов. По мнению прокурора, в департаменте строительства Минобороны, который курировал Иванов, были сорваны сроки исполнения более чем 1500 контрактов, 83% от общего числа. Сюда обязали подрядчиков вернуть Минобороны 186 миллиардов рублей, но за год было возмещено всего ничего, буквально миллиард и 300 миллионов. Причем большинство фирм, с которыми заключались контракты, оказались пустышками, либо с нулевыми балансами. Прокуроры предложили уволить начальника строительного департамента Минобороны генерала Марину Балакиреву, но она до сих пор служит на своем месте. Последний раз она публиковала свою декларацию в 1921 году. Вместе с мужем они владеют четырьмя квартирами и земельным участком. Без негласного сотрудничества с военной разведкой сделать блестящую армейскую карьеру практически невозможно. Такая практика существует еще с советских времен. Сейчас в сети агентов департамента военной контрразведки ДВКР ФСБ буквально пронизывает Минобороны. Многих осведомителей зарубовали еще в военных училищах. По данным источника «Инсайдер», сигналы армейской агентуры на Иванова и его подчиненных начали поступать с 2014 года. Но все блокировалось на уровне тогдашнего начальника ДВКР генерал-полковника Александра Безверхнего, к которому непосредственно стекались все донесения о деятельности команды «Шайку». Конечно, многие генералы бегают к своим кураторам и стучат друг на друга. А Минобороны это считается нормальным, а иначе не будет никаких перспектив. Ходили слухи, что Тимур помог Безверхнему отремонтировать подмосковную дачу, рассказал еще один собеседник «Инсайдера». Согласно реестру Московской области, на супругу Безверхнего в элитном поселке Горки-2 в Одинцовском районе записаны двухэтажный особняк и земельный участок общей площадью 2970 квадратных метров. Все это оценивается примерно в 150 миллионов рублей. Подтверждение, что Иванов помогал своему куратору с ремонтом особняка, найти не удалось. В свою очередь Иванов никогда не отказывал ФСБ в просьбах пристроить к себе того или иного чекиста. Например, в 2017 году на должность директора Департамента имущественных отношений он назначил выходца из первой службы ФСБ Михаила Сапунова. Предполагалось, что Сапунов наконец-то наведет порядок в насквозь к коррумпированным ДИО, но не успел чекист расположиться в новом кресле, как за взятку арестовали его заместителя Андрея Нижигая. В 2015 году Безверхнего из ДВКР перевели в инспекторское управление Минобороны, а на его место назначили Николая Ригурьева. С тех пор папки с компроматом на команду Шойгу перекочевали в сейф Юрьева. Что любопытно, генерал не пропускает ни одного корпоратива руководством Минобороны и внимательно прислушивается к разговорам и наблюдает, кто сколько выпил. С Ивановым Особис тоже хорошо знаком. Обычно их сажали за соседние столики, но они друг другу мило улыбались, и была видимость обоюдной симпатии, сообщил один из участников генеральских посиделок. Знакомые в ССБ предупреждали Иванову, что генерал Юрьев дает команды ставить его на прослушку, а он только ухмылялся, говорит хороший знакомый Иванова на непроживающий в Израиле. Он был уверен в доступничестве Шойгу и бравировал тем, что в кабинете Пескова бывает даже чаще, чем у министра. У Иванова были все основания полагать, что Юрьев не станет принципиальным борцом с коррупцией, так как и к нему самому было в этом смысле много вопросов. Еще в 2020 году инсайдер публиковал расследование про дочь генерала Юрьева Александру, которая, несмотря на свой убыточный бизнес, живет в квартире за миллион и двести тысяч долларов и постоянно меняет дорогие автомобили. Следственный комитет уже допросил отца благодетеля, замминистра Иванова Руслана Цаликова. Скорее всего, будут вопросы к Вячеславу Аминову из ФАУ ЦСК и к Александру Тер-Аванесову, которого по просьбе Иванова назначили топ-менеджером в банк ВТБ, где он какое-то время отвечал за финансирование некоторых армейских проектов. Тем временем в Минобороны усиленно гадают, кого Путин поставит вместо арестованного главного строителя и сколько он продержится на этом посту. Но на Иванове проблемы Шойгу не заканчиваются, потому что, как вы, на вид деюсь, поняли из всего описанного, ну, Иванов был прям очень близок к Шойгу, да, и без какого-либо предупреждения самого Шойгу Иванова бахнули, причем бахнули жестко максимально, сидит арестованный, принес все свои госнаграды, пачек гигантский, 4 пакета, всем этим бравировал, но не помогло, все еще арестован. И поэтому, когда сажают его заместителя, и поймите, в российской системе неважно, что ты воруешь, там все воруют, все, все генералы, все строители, вообще все, каждый, в ФСБ, в СК, в Минобороны, вообще все везде там воруют, там все Ивановы в широком смысле, понимаете? Поэтому важно не то, что воровал, важно то, что за ним пришли, и то, что пришли вот так демонстративно, да, это как раз черная метка самому Шойгу, именно оттуда идут все разговоры. Но это не единственная черная метка. Важные истории пишут, что ФСБ и Следственный комитет развивают уголовное дело, которое может затронуть еще одного заместителя Шойгу. Следствие пытается узнать, кто из руководств Минобороны мог быть связан с мошенничеством при поставке бронежилетов. В начале апреля басманный суд Москвы отправил под арест владельца ГК «Пикет» на Андрея Есипова. Следственный комитет подозревает бизнесмена в крупном мошенничестве на сумму более 2 миллиардов рублей при поставке бронежилетов для Министерства обороны. Есипов вину не признает. «Меня знают генералы, с которыми заключались договоры, но позвонить им мне не дали», – цитировал его коммерсант. Бизнесмен также утверждал во время судебного заседания, что адвокаты свяжутся с высокопоставленными военными, и те поручатся за него и компанию. Как говорит источник важных историй, знакомый с обстоятельствами уголовного дела, в настоящее время следователи и оперативники ФСБ пытаются получить сведения о том, кто из чиновников Минобороны отвечал за организацию госконтрактов на закупку бронежилетов. За департамент госзакубок и гособоронзаказов Минобороны отвечает заместитель Шойгу Алексей Криворучко, бывший генеральный директор концерна «Калашников». В 2022 году команда Алексея Навального обнаружила, что у одной из дочерей Криворучко есть гражданство США, а у другой – право на его получение. Активизация расследования уголовного дела о поставках бронежилетов совпала по времени с арестом другого заместителя Шойгу Тимура Иванова по подозрению во взятничестве. При этом, как утверждали источники важных историй, взятка это для публики, а истинной причиной преследования Иванова стали подозрения в госизмене. За коррупцию его бы никто задерживать не стал. Об этом там, в Кремле, давно все знали. Путин дал команду после того, как удалось убедить, что речь идет именно о госизмене, говорил собеседник важных историй. Как вы видите, вокруг Шойгу сгущаются тучи. И пропадают его заместители. Одни уже арестованы, другие будут арестованы. И в целом Шойгу имеет, пожалуй, самый большой антирейтинг среди всех российских министров. Его ненавидят все. Его ненавидят солдаты, потому что российская армия это армия абсолютной тотальной лжи. Россия продвигается вперед и вообще воюет все два года лишь одной тактикой, безумными мясными штурмами. Каждый солдат в войсках ненавидит Коношенкова и Шойгу, зная, что это просто, извините за жаркон и за нецензурщину, пиздоболы. Даже недавний пример, когда Шойгу рассказывал Путину, что крынки зачищены. Крынки зачищены, что там нет больше ВСУ, что там все хорошо. До сих пор, сейчас май 2024 года, российские солдаты опиздюливаются в этих самых крынках. Постоянно. Ну, то есть там гигантские потери российских войск, как и на всех остальных направлениях. Куча уничтоженной техники. Полное отсутствие возможности воевать без потерь. Ужасное медсопровождение. Ну, в общем, это все напрямую связано с Шойгу и все это понимают. Поэтому его ненавидят все, поэтому его отставки хотят абсолютно все. И цепляются за любую возможность, когда им эту отставку обещают. Помните, когда был марш Пригожин? Многие говорили, вот сейчас выйдет Путин. Помните, обращение у него было еще специальное уже после того, как все разобрались, как Пригожин дал заднюю. Обращение Путина все такие, судьбоносное обращение. Сейчас он отставит Шойгу. Сейчас он скажет, что вот Пригожин шел... Пригожин же, вы же помните, да? Его марш был не против Путина, по его словам, а против Шойгу и Герасимова как раз. И сам Пригожин был самым большим критиком Шойгу и Герасимова. Тогда критиками были все. Правда, когда Пригожина взорвал Владимир Путин, а Стрелкова посадил, все резко перестали критиковать напрямую Шойгу. Но в любом случае ненавидеть Шойгу у всех огромное количество причин. И они думают, что у Путина тоже. Потому что российская армия оказалась совершенно не готова к тому, что Путин затевал. Да, есть провал разведки гигантский, потому что российская армия считала, что она придет, а всех цветами будут встречать. Но есть и провал самой армии, которая оказалась наполовину разворованной, недоукомплектованной, без печек, без всего. И кто-то скажет, Майкл, ну смотри, они же не проиграли. Ну, российская армия не предполагала, что она два года не сможет победить Украину. Российская армия не предполагала, что будет нести потери в полтора раза больше, чем Украина по количеству людей, и в три раза больше по технике. Российская армия не предполагала, что она не сможет производить достаточное количество вооружений, компенсируя все из советских запасов, и мы увидим на поле боя уже и Т-55 середины прошлого века. Это все не предполагалось российской армии, где пиздили все, начиная от автоматов, бронежилетов, заканчивая двигателями для танков, и сами танки тоже крали. И вот это все, это все наследие Сергея Шойгу. По идее, в любом государстве плюс-минус адекватном, конечно, за такое генерала бы не то, что там рожала, может быть, даже не расстреляли в адекватном государстве, расстрелов нет, но посадили, не знаю, на пожизненное, или как минимум отправили бы в соседнюю камеру к Тимуру Иванову. Однако Россия не обычное государство, более того, нормальное государство захватнические агрессивные войны не ведет. Россия это диктатура, построенная на лояльности. Абсолютно неважно, насколько ты некомпетентен. Даже если ты Шойгу, который ни одного дня в своей жизни не служил в армии, и тут вы мне такие, Майкл, что за бодибэк? Ты же говорил, не надо служить в армии, чтобы быть военным аналитиком. Чтобы быть военным аналитиком не надо. А чтобы уже быть командующим армии, как будто бы все-таки пригодится. Какой-никакой опыт. Но в любом случае, не служивший Шойгу, как полководец, просто нулевый. Герасимов тоже. Когда-то, как и говорил про него залуженный, Герасимов, может быть, и был хорошим генералом. Однако, сама система ломает суть. Дело в том, что в этой системе можно докладывать только хорошее. Плохое нельзя. Это система обмана. Где каждый обманывает другого. У меня довольно много источников в российской армии. Я никогда на них не ссылаюсь, потому что, ну, вы не можете же проверить источники мои в российской армии. Многие спрашивают, Майкл, зачем ты держишь личку открытой? Для этого. Потому что периодически мне написывают люди, которыми мы потом переходим в секретные чаты на других платформах. Они мне присылают документы, они мне присылают фотографии, они мне много чего присылают, я их вывожу, на кого надо выводить и так далее. И вот эти люди мне рассказывают, как происходит. Ну, то есть, есть те, кто агрегирует информацию. Они эту информацию действительно агрегируют и пока она наиболее близка к правде. Вот здесь жопа, здесь жопа, здесь кончается техника, здесь большие потери, здесь, значит, мы и близко не продвинемся к тому, что на картах рисуют. Это сообщается локальному начальнику, например, аналитиков, которые все собирают. Этот начальник докладывает своему начальнику немножко подкорректированную версию, где все не так плохо, есть радужные какие-то вещи и, значит, вот есть какие-то позитивные изменения. Дальше по этой цепочке 7-8 человек до высшего начальства. И к моменту, когда это приходит к высшему начальству, там уже все, всех побеждаем, потерь не несем, вообще все захватили. И мне рассказывают, в том числе, как доклады Путину в итоге делаются. И там вот от первоначальной информации до доклада Путину меняется все просто напротивоположно. Это не оправдывает Путина и его представление о войне. Хоть я и много раз говорю, что Путин видит эту войну совершенно иначе, чем она на самом деле есть. У него гораздо более, что называется, завышенное представление об эффективности российской армии. Именно поэтому неожиданно для него иногда целый фронт рушится, как это было в Харьковской области. И именно он построил такую систему, которая так работает. Но вот сама суть работы этой системы приводит к тому, что, во-первых, от перемены мест слагаемых сумма не изменяется, а во-вторых, никто не будет ее ремонтировать. Понимаете? Тут в этой системе для Путина важнее всего лояльность. Именно поэтому Суровикин чалится в Африке, а Шойгу рядом. Потому что не важно, насколько Шойгу хороший министр обороны. Путину насрать на это. Ему важно, что Шойгу верный министр обороны. Ну что касается Герасимова и Суровикина. Ну, вообще, слухи начали ходить еще с прошлой недели, но дополнительно их подогрело видео, которое я увидел в телеграм-канале «Два майора». Много пишут про генерала Армагеддона, пишут они. Знают со стопроцентной вероятностью всего пару человек, но они вроде телеграм-канала не ведут. Хотя и предшествующие события как минимум обнадеживали, пишут «Два майора» и публикуют вот это видео с генералом Суровикиным. Позже они добавляют приписку, что видосу этому полгода. Правда, я этот видос нигде не встречал. Но многие Зет-каналы подают, что вот Суровикин летит в Москву и сейчас все будет, а пилотка, возможно, как-то для них связана с 9 мая. В любом случае, надежд очень много у Зет-канала. И вот здесь важный вопрос, почему этих надежд много? Что не так? Россия же выигрывает, если их послушать, если почитать Зет-каналы, Россия каждый день героически прорывается вперед, потерь почти не несет, Украине жопа полная и пойдет через 2-3 дня, 2-3 недели максимум. Почему же они так страстно желают, чтобы Шойгу поменяли? Почему они так страстно желают, чтобы их генерал-яйцо вернулся? А все очень просто, потому что на самом деле они знают, что происходит. Вы замечали, что в последнее время иногда кого-нибудь из них прорывает? То репортер Филатов напишет обличительный пост и его зарепостят абсолютно все Зет-каналы, включая крупные. То филолог в серой зоне, то еще кто-нибудь, те, кого я вам периодически зачитываю в видосах про Зет-натье. На самом деле, и даже два майора в этом признавались, что они дают лишь одну десятую от всей информации, которая к ним поступает. Это подтверждал рыбарь, говорящий, что цензуры стало очень много и что Минобороны накрывает вообще всех. Все эти Зет-каналы знают, что в реальности происходит. И там вообще не та картина, которую они пытаются продавать. Да, Россия продвигается, но настолько ничтожное расстояние, которое ничего не значит, и с настолько гигантскими потерями, неприемлемыми для войны на истощение, что если бы хоть кто-то из них писал честно, там бы никаких победных и провадных реляций не было бы вообще. Там бы все костерили день за днем с утра до ночи Шойгу и его руководство Герасимова и подавно. Но они не могут, им страшно. Зато они могут писать, что «А мы слышали слух, что скоро Дюмин заменит Шойгу». Именно с этим связана их надежда. Но, дорогие мои Зет-каналы, пропади вы пропадом, будучи повешенными или посаженными, ничего этого не будет. Вы так и останетесь на подножном корме у Министерства обороны, пока люди типа Тимура Иванова будут получать награды пачками. У них будет по 4 пакета государственных наград, огромные дворцы, шикарные машины и потрясающие часы, пока вы будете строчить за мелкий прайс свои победные реляции. Зет-каналами, российские солдаты, вот вы, те, кто по-настоящему своими действиями им зарабатываете награды. Вашей кровью они их зарабатывают. У меня нет к вам сочувствия, вы взяли оружие, пришли в чужую страну убивать людей, да пропадива пропадом. Но чем быстрее вы поймете, что вот эти люди, Иванов, Шойгу, Дюмин, Герасимов, Зет-блогеры и прочая перхоть вплоть до Путина, это просто люди, которые извлекают выгоду из вашей смерти, и что до вас никогда даже эти крохи не дойдут. Даже зарплата ваша Минобороновская не дойдет, потому что вы сдохнете прямо там в этих полях, пока они будут рассказывать, как не несут потерь. Когда до вас дойдет, как устроена эта система, поздно уже будет. Поэтому начинайте соображать лучше сейчас. Никого, ни на кого не поменяют. А даже если поменяли, *** бы не изменилось. Меняли уже, делали Суровикина главой российской группировки в Украине. И чего? Ничего. Все то же самое, потому что российская армия по-другому воевать не умеет и не будет. Это необоронительная и неотечественная война, в которой лучшие идут войска и в армию, как в офицерский корпус, так и солдатами. Так сейчас происходит в Украине. Там лучшие идут в армию. Самые достойные, самые смелые идут защищать свою страну. В российскую же армию идут преступники, рецидивисты, жадные до денег люди, люди без принципов, без знаний, без достаточного количества мозгов, чтобы понять, что они вообще-то идут в оккупационную фашистскую армию. И это в лучшем случае, в худшем неонацисты, типа Мельчакова, которые с собак режут, а потом и людей режут и гордятся этим. Мирно гражданских людей призывают резать их больше. Вот в чем заключается настоящая правда. Не будет никакой замены никого, а вы так и будете дохнуть в огромном количестве. Да, вы будете с собой уносить украинских солдат, которые ничего вам не сделали, ни на кого не нападали и войны не хотели. Но вы-то рассчитываете на другое, вы рассчитываете, что придете, заработаете много денег, потом счастливо уедете обратно. Но так не будет. Вы умрете, или потеряете конечности, или у вас отлетит кукуха, и вы станете очередным солевым бывшим военным, который с тесаком будет бегать за своими домочадцами. Это буквально свежая история вчерашняя, и таких историй пруд-пруди. Поэтому поскорее вытаскивайте голову из жопы, прекращайте надеяться на то, что кого-то на кого-то поменяют, и прекращайте участие в этой войне. Ну и в конце концов, скоро годовщина марша Пригожина. Чей не повод еще раз хорошенько подумать, почему Пригожин был так против Шойгу и Герасимова, почему его за это убили, и почему Шойгу и Герасимов до сих пор на месте, а вы до сих пор в окопе. Особенно те, кого мобилизовали и обещали, что все будет быстро и безболезненно и в тылу. Хорошенько подумайте, но извлеките уроки из мятежа Пригожина. Единственная его ошибка, как вы знаете, заключалась в том, что он решил дать заднюю, поверил Владимиру Путину. Никогда не верьте Владимиру Путину, это опасно для вашей жизни и вашего здоровья. Напишите в комментариях, поменяют или нет. Видите, обычно люди, когда видосы записывают или когда тексты пишут, они пытаются как-то аккуратно говорить, но на всякий случай, вдруг действительно поменяют, не хочется выглядеть дураком, поэтому они говорят, ну, возможно, не поменяют, или крайне маловероятно, что поменяют. Но, я говорю уверенно, никого ни на кого не поменяют. И мы видим видосы с Шойгу, которые это доказывают. Видосы с парада, видосы с инаугурации, видосы вот сейчас, которые крутят, как он с военными встречался 7 мая. Ну, не так ведет себя человек, которого в отставку отправляют. С ним говорит Путин, он принимает... Ну, как вы себе это представляете? Вот 7 мая Владимир Путин и Шойгу встречаются с военными, 9 мая Шойгу принимает парад и Путин с ним общается, сука, 15 мая Шойгу отправлен в отставку. Так что ли? Ну, так не бывает. Не, если будет, я, конечно, сильно удивлюсь, но я вот достаточно в этом уверен, чтобы сказать всем этот блогерам и российским военным. Ни херни будет. Вот все прогревают и будут прогревать дальше. Хватит надеяться на чудо. Берите автоматы, идите сами разбирайтесь с проблемой Шойгу и Герасимова. А с вами был Майкл Найки и до скорых встреч. Всего доброго. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok